Мариуполь вновь под обстрелами. Украина получит F-16. Бараку Обаме запретили въезд в Россию. Мечта патриотов, наконец, исполнилась. Это новости на канале Ходорковский лайф. Коротко о всем самом важном, что нужно знать к этому часу. Минувшей ночью несколько взрывов прогремело в Мариуполе. По официальной информации Российского Министерства обороны, ВСУ выпустили 4 ракеты по городу. Информации погибших и пострадавших нет. Официальные представители Украины удар по Мариуполю пока не комментировали. И вот незадолго до нашего эфира пришло сообщение о работе ПВО над городом. Российские военкоры отчитались о перехвате еще одной украинской ракеты. Отмечу, что именно 20 мая прошлого года Шойгу официально отчитался перед Путиным о полном взятии Мариуполя. Ночью Россия в 11 раз за месяц атаковала Киев дронами. За сутки из-за российских атак в Украине погибли 5 человек. По данным воздушных сил страны, Россия выпустила по Киеву 18 дронов-шахет. Все обнаруженные беспилотники сбиты. Во время утреннего российского обстрела Береслава Херсонской области снаряд попал в частный дом. Погибли двое людей. И как сообщает глава Донецкой обладминистрации Павел Кириленко, из-за российских атак за прошедшие сутки в Часовоярской городской общине двое погибших. Кроме этого, в селе Петропавловка Харьковской области погиб 65-летний мужчина. Тем временем российские телеграм-каналы сообщили о новой попытке диверсантов прорваться в Белгородскую область. База утверждает, что нападавшие были вооружены автоматами Калашникова, гранатометом, снайперскими винтовками и пулеметами. Мэш пишет о 15 вооруженных боевиках. По версии каналов, они якобы пытались зайти в село Красный Хутор Белгородской области со стороны украинского села Граны. Как пишут телеграм-каналы, российские пограничники атаку отбили. Шот сообщает, что четверо нападавших были ранены. В условиях войны мы, к сожалению, не можем проверить эту информацию. Ответственные за эту атаку на себя никто не взял. Официальные украинские власти никак ее не комментировали. А вот люди из Белгородской области, из официальной администрации сказали, что никакой атаки, собственно, и не было. Президент Украины прилетел в японскую Хиросиму, где будет проходить саммит G7 на французском правительственном самолете. Дальше цитата из речи Зеленского. «Япония G7. Важные встречи с партнерами и друзьями Украины. Безопасность и усиление сотрудничества для нашей победы. Сегодня мир станет ближе». Это цитата из телеграма Зеленского. Вчера глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что у Зеленского запланирована в Японии встреча с президентом США Джо Байденом. Ждем буквально сегодня или завтра. И последний. Джо Байден, по сообщениям издания «Политика», планирует в ближайшее время объявить еще один пакет помощи Украине. Сумма новых поставок будет 375 миллионов долларов. На эти деньги штаты передадут Киеву артиллерийские снаряды, бронетехнику и противотанковое оружие. По информации издания, официально о новом пакете будет объявлено после той самой ожидаемой встречи Зеленского и Байдена. Но США и союзники планируют предоставить Киеву истребители F-16. При этом самолеты могут быть направлены Украине не напрямую от Вашингтона. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного чиновника из американской администрации. Информацию NBC подтвердил и советник по нацбезопасности США Джейк Салливан. Он заявил, что в ближайшие месяцы союзники будут обсуждать, в какие сроки Украина получит самолеты, а также их количество. На вопрос, почему США не одобрили просьбу Украины F-16 раньше, советник Байдена подчеркнул, что приоритетом для Вашингтона была подготовка Киева к контрнаступлению и обеспечение Украины необходимым вооружением, в частности танками, боевыми машинами, РСЗО и артиллерийскими боеприпасами. Одно из главных условий передачи F-16 ВСУ – это обязательство не использовать истребители для атаки на цели в международно признанных границах России. США. Впервые с начала войны сняли санкции с российского бизнесмена. Из американских списков вычеркнулись сооснователя группы IBS Анатолия Карачинского. Причины своего решения американские чиновники не объяснили, но это уже прецедент. До него российские бизнесмены и политики, покинувшие Россию, пытались добиться от Запада понятной процедуры выхода из-под санкций. И все безуспешно. Вот, например, ранее соратник Алексея Навального Леонид Волков даже написал об этом статью в американский журнал The Economist. После чего стало известно, что Волков подписал письмо с просьбой снять ограничения с основателя Альфа-банка Михаила Фридмана. Хотя команда политика была против этого. В результате скандала, напоминаю, Волков покинул пост главы фонда борьбы с коррупцией. Оказалось, что выход из списков решается совсем иными методами. Хотя Анатолий Карачинский не выступал открыто за Украину, его путь санкционного бизнесмена примерно схож с остальными. В списки он попал как член наблюдательного совета Банка Открытия, из которого он сразу же вышел. После он продал свою долю в основанной им компании, тем самым формально избавился от всех своих российских активов. До войны состояние Карачинского составляло 800 миллионов долларов, и в списке российского Форбса он был на 149 месте. Тем временем Запад начал вводить новые санкции против России и конкретных россиян. Этой ночью США ввели ограничения против 200 компаний и 46 физических лиц. Среди них, например, вице-премьер Виктория Абрамченко, министр просвещения Сергей Кравцов и уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. Но это, пожалуй, не так интересно, как ответ Кремля. Россия запретила въезд в страну не кому-нибудь, а бывшему президенту США Бараку Обаме. Про путинская гиперпатриотическая аудитория должна быть рада, ведь именно Обама виноват во всех невзгодах россиян. Так, глядишь, и подъезды в стране почище станут. Виктора Шендеровича не пустили на собственный концерт в Лондоне. Об этом сообщает русская служба BBC. Университетский колледж Лондона без предупреждений и объяснения причин отменил концерт российского публициста. Когда зрители пришли на выступление, их там ждали запертые двери и растерянный Шендерович, пишет BBC. У организаторов не было никакой информации о причинах отмены и вообще о том, что эта отмена будет. После этого Шендерович провел собравшихся в находящийся неподалеку Ридженс Парк и провел выступление уже там, на природе. Сегодня утром из Тбилиси вылетел первый самолет авиакомпании Georgian Airlines в Москву. Как сообщает РИА Новости, борт был заполнен на 80%. Днем ранее первый самолет в Тбилиси прилетел из Москвы. Пассажиров рейса встретили протестами у аэропорта. Несогласные с возобновлением прямого сообщения кричали лозунги против Путина и против, цитата, русского воздушного корабля. Это не единственная акция протеста в Грузии. Сегодня активисты протестуют против приезда дочери Сергея Лаврова на свадьбу друзей в Кахетии. Екатерина Винокурова-Лаврова, как и другие дети и министры иностранных дел России, находятся под санкциями. Политику Евгению Ройзману собрали 260 тысяч рублей на оплату штрафа. Сбор объявили вечером 18 мая, а уже на следующее утро его удалось закрыть, хотя написали об этом только сегодня. Ранее суд приговорил Ройзмана к штрафу в 260 тысяч рублей по делу о дискредитации армии из-за стрима на Ютубе, где экс-мэр Екатеринбурга произнес фразы «война в Украине» и «вторжение в Украину», а также использовал слово «зига», имея в виду тот самый символ «зет». Сам Евгений Ройзман свой приговор назвал оправдательным. На этом у меня все. Вы смотрели новости на канале Ходорковский Лайв. Выпуск для вас провел я, Юрий Белят. Спасибо, что ставите лайки этому видео и подписываетесь на канал. Это помогает нам расти и развиваться, а вам не пропускать новые выпуски наших программ. Посмотрите и другие видео на нашем канале. Уже сейчас они появляются на ваших экранах. Пока. Берегите себя и хороших выходных.